Проект «Открой свое дело» стартовал в Сочи 25 ноября. На первой лекции школьникам и студентам рассказали, что такое предпринимательство и как сгенерировать бизнес-идею. В этот же день тем, кто мечтает о своем деле, предложили разбиться на группы и придумать свою идею для бизнеса. Потом были две недели работы над проектами, с педагогами и действующими предпринимателями. В финале команды снова собрались в одном зале побороться за резидентство в бизнес-инкубаторе, а значит и за шанс получить реальные деньги для своего бизнеса. Мы, конечно, ориентировали нашу молодежь на то, чтобы это были проекты с низким порогом входа, до 100 тысяч рублей. Тем не менее, у нас есть и грандиозные IT-стартапы, которые требуют инвестиций в 7 миллионов. Есть проекты, которым инвестиции не нужны вовсе. Они основываются на экспертности ребят. В проекте «Открой свое дело» участвовали 160 студентов и школьников. Они представили 23 стартапа. Это, например, кафе для молодежи, студия звукозаписи, рисование, а еще коммерческие биотуалеты или франшиза по продаже силиконовых штор. Проекты на реализуемость, прибыльность и скорость окупаемости оценивал экспертный совет, в состав которого вошли предприниматели и представители власти. Современные темпы экономического роста, сама динамика, она ставит перед нами главную задачу. Сегодня нужно поддерживать молодых активных ребят, чтобы они создавали, брали на себя ответственность, создавали новые рабочие места, стартовали, открывая свое дело. Многие из проектов были из области IT. Ребята придумали различные приложения и сайты. Сергей Воробьев представил мобильное приложение. Это удобный поиск экскурсий в разных городах. По итогам конкурса Воробьев занял третье место и уже пошел дальше. Просто идеи. Я списался уже с менеджером Яндекс.Карт и они на демо-версию только по Сочи-городу. Уже готовы предоставить свой конструктор, с чем мы уже можем начать реализовывать проект. Второе место экспертный совет отдал школе ораторского искусства. Эти курсы, говорят авторы бизнес-идеи, будут полезны студентам, например, при защите диплома, а потом и на собеседовании. Уже после января мы хотим запустить две группы, начинать работать и к лету 2020 года уже иметь брендированный, расширенный и рабочий проект школы ораторского искусства. А первое место и еще целый ряд личных наград от жюри получили вот эти девушки за сушеные снеки из местных фруктов для полезных перекусов. По решению жюри сразу 10 из представленных проектов станут резидентами бизнес-инкубатора. Студенты и школьники продолжат там обучение, кстати и бесплатное, и будут развивать свои бизнес-идеи. Самые жизнеспособные проекты получат реальные инвестиции, а значит начинающие предприниматели смогут открыть свою компанию и начать зарабатывать.